Привет, друзья, меня зовут Иванка, и рада видеть вас на канале Polsky Online. Сегодня у нас тема, которую вы очень часто запрашивали в комментариях, это тема лексики в банке. Мы разберем главные слова и фразы, которые вам пригодятся, если вы будете открывать счет или вообще проводить какие-то манипуляции с деньгами в банке. Поэтому, если эта тема для вас интересна, тогда оставайтесь со мной и смотрите данное видео. Первое и самое важное слово в данной теме, это, конечно же, пеньонзе. Пеньонзе это деньги, и вот здесь вот у вас появится склонение данного слова по падежам, потому что очень часто именно с ним возникают проблемы. И на что здесь хочу обратить ваше внимание, на допэнер, у которого вопрос кого-чего. Потому что, когда мы говорим я мам, то я мамцо, мам пеньонзе, але не мам чего, не мам пенензе. Это главная разница и очень частая ошибка. То есть, еще раз, мамцо, пеньонзе, у меня есть деньги, але не мам чего, не мам пенензе. Надеюсь, вы это запомните и будете говорить правильно. Что же мы можем с деньгами сделать? Najpierw можем выплачить пеньонзе. Например, выплачить пеньонзе с банкомату, это значит снять деньги. Если мы приходим в банк, то говорим Также мы можем вплачить пеньонзе, это значит пополнить какой-то счет. Например, можем вплачить пеньонзе на конто, то есть пополнить счет в банке. Также у нас есть такое прекрасное место, как кантор, то есть обменник, где можем выменить пеньонзе. Дальше идем в банк. Итцо можем изробить в банку. Можем отложить конто, бонч, рахунек. Чем вообще различаются эти два слова? Оба мы можем перевести как счет, но в рамах единого конта можем иметь несколько рахунков. Это значит, что конто это такой счет, что вы есть посетителем, вы есть пользователем данного банка. А уже рахунок это у вас может быть просто несколько счетов. Но в принципе на счет говорят и конто, и рахунок. Что же мы говорим, когда хочем открыть счет? Просто приходим в банк, говорим День добрый, хочу отложить конто. Также можем прелевать пеньонзе с конто на конто, то есть мы можем высылать, пересылать деньги со счета на счет. Кстати, такая интересная штука, которая меня довольно-таки удивила, когда я переехала в Польшу, это то, что мы, если в Украине, например, мы высылаем деньги на номер карточки, то в Польше мы можем делать переводы, чили пшелевы, только на номер конто. Можем изробить пшелев на номер конто, то есть сделать такой вот перевод на номер счета. Если вы не являетесь гражданином Польши, то это будет пашпорт, запоминаем, что пашпорт – это всегда загранпаспорт. А довод особистый – это вот тот внутренний паспорт, в Польше это просто такая ID-карточка. Кеды отложились мы рахунок, то зазвычай достанемы карты платничьим. Карта платничья – это вот такая вот обычная пластиковая карточка. За помощью этой карты можем выплачить пеньонзы с банкомату. Выплачить пеньонзы уже было – это снять деньги с банкомата. До каждой карты платничьей маме пин. То есть так же, как в Украине, в каждой карте у нас есть пин-код. И что может сейчас стать стимпином? Можем его запомнить, то есть мы можем его забыть. И можем так само сменить код пин. То есть мы можем изменить пин-код. А сейчас, друзья, небольшая рекламная вставка. Я напоминаю, что у нас активная регистрация на онлайн-курс польский за два месяца, который стартует 20 января. Поэтому, если вы хотите в течение двух месяцев получить лексическую и грамматическую базу польского языка, то обязательно переходите по ссылке в описании, узнавайте все детали и регистрируйтесь. В этом месяце количество мест ограничено. Поэтому, если для вас это действительно важно, то обязательно переходите по ссылке. А мы продолжаем. Первая надпись, которую мы можем увидеть, когда подходим к банкомату, это «Проши вложить карты», которая значит «Пожалуйста, вставьте карту». После этого «Проши выбрать язык», то есть «Пожалуйста, выберите язык». И здесь вы уже выбираете. В Польше обычно это или английский, или польский, или немецкий. На стэмпне мужчина впроваджить код пин. Это значит «Ввести пин-код». На стэмпне выбираем тип операции. То есть мы выбираем, какое вообще действие мы хотим совершить. Маме аннулируй, то есть аннулируй. Активация карты, так мы можем активировать нашу карту, если только-только ее забрали из банка, или она нам пришла на почту. Доладование телефону, то есть пополнить счет телефона. Далее маме выплаты готовки. Выплата готовки – это обычно то, что нас интересует, то есть мы можем снять наличные деньги. Достэмп на широтке – это доступные средства на карте, наш баланс. Также у нас есть функция «Змена пин», то есть мы можем изменить пин-код. И вплата готовки, когда мы хотим пополнить нашу карту. Также мы можем увидеть вопрос «Чивыдруковач подтверждение». Это значит, распечатать ли нам какое-то подтверждение данной операции. И последние две фразы. И здесь, кстати, разница, потому что в Украине, например, мы сначала забираем денюжку, а потом карту, а в Польше наоборот. Нам банкомат сначала дает карту, и только потом деньги. И, конечно, если вы кликнули «Да» на предыдущий вопрос о подтверждении, также у нас будет фраза «Проша отбеж подтвердение». Это, в принципе, все слова и фразы, которые я сегодня для вас подготовила. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если да, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Обязательно пишите комментарии, какие еще темы вы бы хотели, чтобы я осветила в своих видеороликах. Также не забывайте, что у вас к этому ролику есть конспект, где выписаны все эти слова и фразы, которые мы сегодня разбирали. Надеюсь, они действительно были для вас полезными. И подписывайтесь на наш инстаграм «Польский онлайн». Там я появляюсь намного-намного чаще. Сегодня я желаю вам всего самого хорошего. Мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока!